Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Сегодняшний наш гость – народный артист России Леон Аганезов. Для нас с вами – это возможность взглянуть на музыкальный мир не со стороны зрительного зала, а из-за кулис. Леон Саркисович, я смотрю на вас, и у меня уже хорошее настроение. Я хочу начать с одного воспоминания. Когда-то я брал интервью Изабеллы Юрьевой, это было в конце 80-х годов. Я спросил ее, что такое популярность. И она мне говорит, популярность – это когда въезжаешь летом в дачный поселок, все окна открыты, и из всех окон доносится твой голос. А что на ваш взгляд популярность, что это такое? Это было в 80-м году, нет, в 79-м, когда мы с Винокуром записали вот этот самый номер, где концертмейстер, певец. И этот номер почему-то стали часто показывать. Александр Анатольевич Ширвин, он поставил нам этот номер, и говорит, значит, с первого он говорил, ты ничего не говори. Потом говорит, нет, ты ворчи. Потом говорит, ворчи со словами. Короче, я кончил тем, что я что-то такое там, что-то я говорил. Первый раз концертмейстер вдруг заговорил. Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо. Вышли сюда, и здесь вот с этой цифры сразу выращиваете обратно, здесь не играете, потому что жирное пятно рыбу заворачивали, здесь вот не играете. А здесь что делать? А здесь, здесь просто можете вот там поставить руку, с этой стороны играть, с этой нет. Какую же я руку поставлю, я играю двумя руками. Это не важно. И вдруг, вдруг меня стали узнавать, там у меня во дворе, там, ой, мы вас видели. Раньше при советской власти, значит, были какие-то преимущества. Предположим, можно было прийти в гастроном с заднего хода и взять там копченую колбасу, скажем, да. Сейчас никаких преимуществ в этом нет. Ну, приятно, когда школьники со мной здороваются, здрасте, там, да, видно, что узнал. Где-то это помогает даже, там, предположим, при конфликте с гаишником, значит, если я сижу рядом, я узнаю, ну, ладно, езжайте. Вот такие преимущества есть. Скажите мне, пожалуйста, вы учились в консерватории на замечательном курсе. С вами учились такие просто большие музыканты, как Наталья Гутман-Виолончелистка, великий пианист, мой друг, Володя Крайнев. А вас... Коля Петров. Коля Петров. Вас не спущает, что они стали в серьезной музыке популярной, а вы стали популярной все-таки на эстраде. Ну, у меня, Виктор Григорьевич, у меня не было выбора. Мы вместе учились с большинством из тех, кого вы назвали. Я с Наташкой Гутман учился в школе. Мы сидели на одной парте. Как интересно. С 47-го года. Мне было неполных 7 лет, значит, это был первый класс. В 45-м меня привели в эту школу. Младший приготовительный класс, старший приготовительный. Кто-то осеялся, но основные остались. Вот Наташа Гутман, Коля Петров. На класс младше меня учился. Крайнев вообще лет на 5 младше. Когда я поступал в первый класс в 47-м году, заканчивала школу Пахмутова, нашу школу ЦМШ, Светланов и Рождественский. Вот такой курс был. Я всегда был клоуном. Я, значит, все-таки... Вот у меня в характере есть там... Анекдоты я, конечно, не рассказывал, но что-то я все время выдумывал какие-то там... Вот так играл. Играл в 4-м классе. Я играл этюд, который я выучил. Играл так вот, значит, задом. Я всех веселил. Мы писали диктант по сольфеджио. Диктант. Вот так учительница там играет, значит, что-то мы должны записать это. Я всегда... Я, Наташа Гутман и еще один парень, который впоследствии стал академиком, математиком. Вот такой слух был, хватки. Я первый писал и начинал безобретать. И, конечно, получал двойку. Потому что я всем подсказывал, там, ходил... Мне вот послушать что-то, произведение какое-то, на пластинке там или по радио, я мог сразу это сыграть с левой рукой. Не все это могут. Классические пианисты... То есть надо, извиняюсь за выражение, надо произвести какую-то дефлорацию сознания, чтобы сыграть без нот что-то. То есть в силу характера и таланта вы стали... Именно характера. Талант... Я считаю, я думаю, что вы согласитесь со мной, талант это то, что... Это полезные ископаемые. Вот то, что тебе дала природа, это можно считать талантом, да. Все остальное работой достигается. Три-четыре человека там из двадцати играли по слуху. Вот я один из них. Я, между прочим, на выпуске, на дипломе, я получил пять с плюсом. По-моему, единственный из всех... У меня Хальфин был из Ленинграда, профессор. Он поставил пять с плюсом. Я концерт Прокофьева играл второй. Я очень прилично сыграл диплом. Но я к тому времени уже... Это был 65-й год я закончил консерваторию. А с 59-го года я работал уже в эстраде. У меня не было уже... Я уже был популярным человеком в эстраде. Можно я одну цитату вашу почту? Да, простите. В одном интервью вы говорите. Направление у нашего ансамбля, у вашего ансамбля, одно, всеядность. Классика, джаз, рок. Вы не считаете, что очень многие поморщатся на слове «всеядность»? Не, 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 не. Это не эклектика. Это умение сыграть и то, и другое, и третье. Я, например, если мне нужно сыграть оперному певцу, я беру ноты, и все, что там написано, я все сыграю. Но если он просит сыграть романс, как Борис Тимофеевич Штоколов говорит, сыграю мне только что-нибудь помягче. Я не играл ему по нотам. Я играл, играл так, что соответствовало его голосу. Вы лауреат премии, редкой такой, золотой Остап, за юмор в музыке. Мне это непонятно. Что такое юмор в музыке? Жалко, не это струмят, я бы показал. Труд музыканта серьезный. И поэтому, когда какая-то отдушина появляется, сразу хочется подвигаться, озорство, что-то придумать, шутили все. Музыканты шутили отчаянно, даже больше, чем артисты. Мне кажется, что такая форма общения даже была просто. Гирис, например, серьезный человек, он показывал шутку, как во время пролеткульта надо играть концерт Чайковского. Но пролеткульт, молодежь, не вся знает, что такое пролеткульт. Это Луначарский с неправильного перевода письма Ленина Кларе Цеткин, он там написал по-немецки, что искусство должно быть понятно народу. Перевели на русский, искусство должно быть понято народу. И вот из-за этой специальной ошибки Луначарский говорит, что пишите так, чтобы было понятно народу. Значит, попроще. Короче говоря, Гирис показывал шутку, как во время вот этого самого, чтобы было понятно народу, как играть. И вот играл. И таких шуток на гимн, который существовал до 43-го года. На этот гимн, там, придумывая, в левой руке играли чижик-пыжик. Юмор в музыке – это кулуарная совершенно вещь, но ее показывают на публике в редком случае, там, в капустниках. Наш общий друг Михаил Ефимович Швоткой, значит, он говорит, покажи, как играет тот. Пародийно показывал, как играл там стареющий Гольденвейсер. Там все медленнее и медленнее. Засыпал. Ну, они не знали, как назвать эту премию. Хотели мне дать премию и назвали. Юмор в музыке. Леонид Саркевич, вы, если перечислять, с кем вы работали, то вы работали со всеми великими, по-моему, людьми, выходившими на эстраду. Это и Кобзон, и Андрей Миронов, и Бернес, и Шульженко, и уже упоминавшаяся нами Изабелла Юрьева. Изабелла Даниловна, было очень смешно, я прошу прощения, от твоего гостя. Мы с Кобзоном разбираем, он делает программу романцев. А Осин, он такой по натуре коллекционер. Он приносит вот столько нот, значит, записей, слушаем, значит, и потом отбирать. И вдруг, он говорит, что-то непонятно, здесь слова какие-то поет Юрьева. Где узнать? Я говорю, так позвони. Она что, жива, что ли? Она жива оказалась, да. Созвонились, и она говорит, приезжайте ко мне. Мы приехали. Юсиф, говорит, посыловал ручку с цветами там. Он говорит, вы знаете, на вашей записи... Я говорю, какие записи? Я никогда в жизни никаких записей не делал, сказала Юрьева. На студии она была всего два раза в жизни. Все записи сделаны с ее концертов. Спокойно и просто Мы встретились с вами В душе зажила Уже старая рана Но просто Разрыва Легла между нами Мы только знакомы Как старая Потом Юсиф с ней сделал Организовал ей концерт в Цудри Где я ее аккомпанировал Со всеми артистами, поющими, я тоже работал Один из тех, с кем вы работали, был Марк Бернес О нем все время говорили, что он поет сердцем Что это такое? О чем шла речь? Что у него не было голоса, но тем не менее он был очень популярен, понятен Ну, он ввел такую манеру Ему многие подражали Актерского пения У него не было голоса как такового Так же, как у Андрюша Миронова У него, у Андрюша, Андрюша пел Обозначая ноты Оказалось, что никто не может повторить Потому что Песни журавли Луча Бернеса никто не спел Именно сердце Кордиалес, как говорят Это те самые испанцы А что это значило для вас, человека, который был рядом с ним и аккомпанировал ему? Я недолго очень его аккомпанировал Но Мне пригодилось это потом в работе с Андрюшей Мироновым Отдельно, без меня, без аккомпанемента Бернес мог спеть мелодию Как только звучал аккомпанемент, он терялся И его надо было играть мелодию всегда, обязательно Аккомпанемент и мелодия вот этими тремя пальцами Так же и Андрюши Андрюша без аккомпанемента мог спеть Любую самую сложную джазовую композицию Сложную, в смысле, сольфеджио Мог спеть Как начинался аккомпанемент Он сбивался с толком Ему надо было играть мелодию Кто я? Где я? Я встаю на рассвете Я ложусь на закате Целый день я, как белка, кружусь Мне дают по труду Я даю по зарплате И опять я встаю и ложусь Все, что нужно, умею Все, что можно, имею Мчится время, как пуля во тьме Стоп! Где я? А я не знаю, где Расскажите о передаче «Вокруг смеха» Она была фантастически популярна Она была главной юмористической и сатирической передачей Советского Союза Вы в ней постоянно участвовали Откуда была ее популярность? Во-первых, ничего подобного больше нигде не было Кроме «Крокодила» И последней страницы литературной газеты Был вакуум, который вдруг раскрылся Люди узнали Сеню Альтова только из этой передачи Арканова знали Да, пожалуй, и Арканова тоже, конечно Популярен стал Да, конечно Иванов главное Все ждали его пародийного стихотворения Нет, это был праздник Никто не пропускал Ни один всех не пропускал В тюрьме показывали «Вокруг смеха» Откуда вы знаете, что в тюрьме показывали «Вокруг смеха»? Мне рассказывал один урка Ну, мой сосед Рассказывает, у нас показывали У музыкантов есть прайс-листы такие Цена их выступления Это и есть цена музыканта в сегодняшней ситуации? Есть несколько наводящих вопросов для заказчика Сколько длится вечер? Кто устраивает? И что обозначается? Значит, день рождения, там, в 8 лет Кого? У нас есть человек, который ведет финансовые разговоры об этом Если говорят, что надо бесплатно Мы можем бесплатно сыграть Ну, просто те деньги, которые получали при советской власти Музыканты за выступления Это, можно сказать, почти бесплатно Нет, нет, нет Мы брали всегда Виктор Григорьевич Мы, музыканты, брали всегда количеством То есть, как сказать, выработкой Ставка была небольшая Но если 3 концерта в день, как Кобзон делает Или 5 он делал иногда На гастролях меньше 3 концертов у нас не было Это уже называлось ЧОС Один, это считался выходной день Один концерт И, очень смешно, когда в Омск поехали Только поженились Йосиф, значит, только женился на Нелли И мы поехали на гастроли Юровский, директор Омской филармонии Говорит, Йосиф Довольфович Я, знаете, я знаю, что у вас как бы медовый месяц Я вам сделал Я сделал щадящий режим по 2 концерта Нелли вдруг говорит, по 2 я не согласна А говорит, узнаю Узнаю школу И сделал по 3 Когда вы работаете на сцене Когда вы работаете на телевидении Кого вы видите? Кто ваш зритель? Есть люди, на которых вы ориентируетесь Когда готовите программу какую-то Когда работаете? Вот это очень сложный вопрос У меня задача быть интересным для всех Когда аккомпанемент, мне все равно Когда я аккомпанирую певицей И то Я вхожу в какой-то внутренний Это мне Сафраницкий рассказывал еще Я у него один год учился в консерватории Он говорит Когда я сажусь за рояль Сафраницкий профессор консерватории, если я не ошибаюсь Да, великий пианист Он говорит Когда я сажусь за рояль Я должен Минутку помолчать И И слиться Сердцебиением С сидящей публикой Я не понимаю, что он имел в виду Не понимал Пока я сам этого не сделал Я вот Я начинаю играть И как бы внутренне обращаюсь К сидящим В зале Не глядя на них И вхожу с ними в резонанс Не знаю, как это получается Физик может объяснить Я Сердцебием Много разговоров О том, что Композиторы Эстрадные композиторы Те, кто сочиняет легкую музыку Они очень часто заимствуют Что-то у классиков Часто такое происходит? Ну, смотря какой композитор У нас замечательные композиторы Леша Рыбников Он никому не подражает Ни на кого не похожа Так же, как и Гладков Просто все по-разному к этому относят Максим Дунаевский Он написал очень много шлягеров Никому не подражая У него свой собственный почерк Кстати, Исаак Дунаевский Тоже никому не подражал Никогда Все, что он написал Это все классика Наши жанры Вообще, я бы так не разделял бы эти жанры Классикой, классикой У Хринникова есть и серьезные произведения И Московские окна У него есть все Все в любом жанре Он владел всеми жанрами Есть композиторы Которые занимаются поделками Ну, они могут и подражать, конечно Никогда не забудут вдруг Говорят Музыка такого-то там Написана в фильме И звучит часть из чемпании Брамса Ну, если Раньше Я не скучаю по цензуре Но вот для таких людей Наверное, надо все-таки цензора грамотного Мы, телезрители, часто наблюдаем Как в различных музыкальных, телевизионных конкурсах Восходят звезды Обаятельные, молодые С прекрасными голосами Восходят и исчезают Восходят и исчезают А на экране Одна и та же много лет Обойма Певцов Что происходит? Вот это я вас хотел спросить Такие талантливые, молодые ребята Вот эта программа Голос Там И еще несколько программ Вдруг Талант Просто вот чувствует Вот дайте ему толчок Нет Куда они деваются Куда не исчезают Эти талантливые люди У нас все стало немножко Финансово зависимым Естественно Не немножко, а серьезно Немножко, а здорово Раньше достаточно было один раз Один раз выступить удачно на радио И один раз на телевидении И тебя уже показывали На тебя уже покупали билеты люди Я считаю, что при советской власти Легче было Легче было пробиться Правда, нужно там было Соблюдать определенные Какие-то правила Легче было пробиться Вот вы уже эту тему начали Тему шуток Веселья На эстраде А еще есть такая тема Розыгрышей Вот Никита Богословский С которым вы работали Был великий мастер розыгрыша Припомните какой-нибудь розыгрыш Который на вас произвел Сильное впечатление Эмиль Григорьевич Гилельс Он сам рассказывал Получил очередное какое-то звание Никита Владимирович Измененным голосом Богословский Измененным голосом Говорит Эмиль Григорьевич Теперь мы можем назвать Вашим именем корабль Какой корабль? Вот мы спускаем Речное судно В Южном порту Послезавтра В 8 утра Спускаем на воду Судно Эмиль Григорьевич Мы очень просим Вас присутствовать Он говорит Ну раз уж так Ну конечно А бедный Эмиль Григорьевич Когда в жизни Раньше полдесятого Вообще не вставал Ну встал в 6 Вызвал такси Поехал в Южный порт Там причал номер 8 Стучится Грязь Он отпустил машину Какой-то Он в концертных В лаковых туп Значит И холодно Ветер Он стучится Открывает Какая-то женщина С берданкой Значит На И говорит Ну вот Набьются туда Значит Короче говоря Вот Пешком дошел До Каширского шоссе От От Южного порта Долго Еле-еле Замерз Значит Дошел где-то Такси Доехал И говорит Я подвел этих людей Я неправильно Запомнил адрес Через месяц Только Никита Признался И они Что-то Год не разговаривали Многие Звезды Объявляют Прощальные гастроли Прощальные гастроли Они с ними едут По стране И не уходят И никуда не уходят Что происходит Йосиф Йосиф Когда ему было 60 лет Он говорит Все Мне жена сказала Что хватит петь Пора делом заниматься Кто-то из артистов Вышел И говорят Йосиф Ты мне напомнил Старый анекдот Еврей прощается И не уходит Йосиф Пел до последнего дня Конечно Он пел Будучи тяжело болен И продолжал петь После После уколов После этого Там Когда люди лежат Без движения Йосиф выходил на сцену Еле-еле После первой песни Просыпался После второй песни У него глаза горели А после пятнадцатой песни Он чувствовал себя королем Граната Граната Терра Соняда Порми Соняда Знай, знал жуткое количество слов, в песнях там, что-то 1200, я прошу прощения, никогда не забуду, мы сидим где-то за кулисами, в концерт, еще старый концертный зал «Россия», ждем своего выхода, забегает Нани Бригвадзе и говорит, «Я забыл о третий куплет вот этого романса, вы мной играете». Говорит, вы мной играете? Сейчас, третий, и говорит первые два про себя, и говорит после третий. Значит, Нани говорит, «Йосиф, у тебя файл», сказала Нани Бригвадзе. Леон Саркевич, а какую музыку вы слушаете сами дома, когда вам хочется послушать музыку? Очень разную. Во-первых, я очень люблю слушать симфонии, какую-то часть отдельно, Дворжиков взять, третью часть, или Малера. Я очень люблю слушать джазовых музыкантов, джаз тоже, но все в зависимости от желания. Хочется что-то солененькое, или хочется пить. Оперето я никогда не хочу слушать. Я просто играл много, и с оперетошью я работал. И то, какие есть красивые оперетошные арии. Вы когда-то вспоминали, что когда мне было 16 лет, меня брали на прокат. Имелись в виду друзья-родители, которые на каждый праздник брали вас на прокат, вы играли, пели. Это вы обречены на всю жизнь так ходить в гости? Нет, меня брали на прокат и раньше тоже. У нас, мы жили в Перово, в деревянном доме, и соседи наши, значит, была еврейская, у нас такая армяно-грузинская, ну как, армяне родом из Грузии. Дома говорили по-грузински, по-армянски говорили маму с папой, только когда хотели от нас что-то скрыть. Семья соседей, еврейская семья, они такие настоящие, традиционные евреи. Они говорили наидыш между собой, и они справляли все праздники. А все праздники у евреев, они под музыку идут. Я запомнил эти мелодии, я им даже играл. Они меня очень любили, ну как родные были соседи. Есть такой праздник Симхастойра, значит, праздник Торы. Там много песен всяких, и собирались, еврейская компания, я им играл эти песни. Один раз, второй раз меня просто брали на прокат. Ну, один раз меня взяли за деньги на прокат. Мой брат с войны привез пластинку, не одну, кучу пластинок он привез, значит, с войны, всяких немецких пластинок, и мы их слушали. Одна из пластинок была, значит, буги-буги играл Пит Джонсон. Пит Джонсон, человек, бутум-бутум-бутум-бутум-бутум-бутум-бутум. Левую руку, он придумал сам этот аккомпанемент, его называли шагающим фортепиано. И, ну, когда мне было пять лет, я не слушал, десять, в десять я уже слушал. В одиннадцать я уже играл вместе с Пит Джонсон, значит, играл, все, что он играл, я играл в унисон с ним. Кто-то услышал, значит, видимо, пришли к маме, поговорили с ней, два дяденьки. Мама говорит, иди с ними. Мне было одиннадцать лет, одиннадцать, пятьдесят первый год. Даже пятьдесят второй, простите. Еще живый, Иосиф Сырёнович Тайлев. Да, да, да. И меня взяли на подпольную, значит, студию звукозаписи и попросили сыграть вот эти самые буги-буги. Я сыграл. С первого раза, там, технически у нас в школе, в ЦМШ, технически все были подвинуты. И поэтому мне никакого труда не заставило это все сыграть. Сыграл меня, отвезли домой, значит, потом через много лет выяснилось, что они маме заплатили деньги. Значит, они записывали. Ну, у этой истории есть продолжение. Когда уже мне было лет девятнадцать, я уже стал зарабатывать свои деньги. Я работал в ресторане, значит, в ресторане «Москва». Нет, восемнадцать лет. Гостиница «Москва». Да, на втором этаже, там был большой оркестр, там все. И у меня были наличные деньги, там, на Неглинке музыкальный магазин, а там всегда ходили спекулянты, что это происходит. Я смотрю у одного на рентгеновском снимке, написано «Пит Джонсон буги-боги». Наверное, нам нужно сказать зрителям, молодым, что диски записывались на рентгеновском снимке. На рентгеновских снимках записывались диски, стирались они через, там, сто проигрываний. Но это была информация. Да. И я купил это. Дома прослушал, и оказывается, это был не «Пит Джонсон», это была моя запись. Вот какая что-то. Вы меня удивили, что в 51-м году были подпольные студии звукозаписи, я бы этого никогда не мог ожидать. Перова – это был рассадник всяческого зла. Перовский рынок был, там можно было купить все, что угодно. Пистолет можно было купить, ордена, удостоверение командира Красной Армии, вот все можно было купить. Шинель, немецкие ножи, подпольный рынок. Я помню, мама купила большой кусок масла, начала резать, а он не режется что-то. Внутри была деревянная такая... Дочечка. Да, штучка, а сверху было масло. Вы уже прошли даже дату золотой свадьбы. У вас уже было 50 лет. Какой рецепт вот такой семейной жизни, счастливой, долгой? Надо ездить на гастроли, нельзя все время торчать дома. Нельзя все время торчать дома. Ты ей надоешь, я на тебе надоешь. Это шутка. Если не шутка, у нас никогда не было разногласий. Она не вмешивалась в мои дела, а я не вмешивался в ее дела. Чудесный рецепт. И если совочке некогда, я сам приготовлю то, что я люблю. А если надо быстро, меня против, потому что жена у меня, она совершенно аптекарская. У нее какие-то дозы вот столько-то этого, столько-то этого. Я когда готовлю, у меня импровизация всегда. Одно и то же блюдо получается по-разному. Ну, не могу сказать, что плохо. Ну, нормально. А вы не хотели, чтобы ваши дочки стали музыкантами? Я ни одной девочке не желаю стать солисткой-пианисткой. Это женщина с испорченным характером, с подорванным здоровьем. Значит, не в растении, у которой некогда заниматься детьми и хозяйством, а только никогда в жизни. Женщина должна быть, она должна быть грамотной в музыке, да? Да, грамотная. Вот мои дети, у меня две дочки, они обе очень хорошо разбираются в музыке. Они могут подойти и сыграть, что-то такое. И вот этого достаточно. И дети, и внучка, у меня три внучки. Они все очень музыкальные. Никому сейчас, сейчас никому не желаю стать музыкантами. Пусть будут музыкально грамотными. Это входило раньше в гимназии, в общее образование. Пусть будут музыкальные грамотные, чтобы они не хлопали ушами в концертном зале. Чтобы они были грамотные. Не хочу теперь я, чтобы мои дочки были музыканты. Но чтобы дети были грамотными музыкально, обязательно это нужно дать им начальное музыкальное образование. Вот мир музыки, это мир анекдотов про дирижеров. Почему-то масса анекдотов про дирижеров. Даже я, человек далекий от музыки, знаю несколько. Например, как встретились удавы и кролик. Знаете этот анекдот? Не, не. В темноте встретились удавы и кролик. Удав щупает и говорит, теплая, мягкая, шевелится. Наверное, кролик. А кролик щупает и говорит, холодная, бесчувственная, скользкая. Наверное, дирижер. Нет, я знаю про дирижера такой, когда в Одесской филармонии дирижер нервничает, кричит. Ему первый скрипач говорит, вы знаете что? Если вы будете кричать на музыкантов, мы будем играть так, как вы дирижируете. Даже концертмейстер никогда рядом своего товарища не обидит. А дирижер может обидеть. Вот это вы. А вам нравится фильм «Репетиция с оркестром Феллини»? Потрясающий совершенно фильм. Вот это правда об отношении дирижера и малькана? Конечно. Конечно. Но он гений. Феллини таких больше нет. Не отставать. Шире. Отлично. Так. Выкладывайтесь. Выкладывайтесь. Иван Сергеевич, может быть, один из последних вопросов. У вас есть ученики? Взять ученика – это все равно, что взять собаку. С ней надо гулять. Ее надо кормить. Ее нужно воспитывать. Я не могу себе этого позволить, потому что я человек обязательный. И я буду очень страдать. Я все поехал на гастроли. Но некогда было. Сейчас я не езжу на гастроли. Сейчас я могу взять себе ученика. Могу. Но пока я не объявлял об этом. У меня есть к вам несколько коротких вопросов. Вас публичность не тяготит? Публичность, то, что вас узнают, вас не тяготит? Нет. Вы напомнили такой анекдот. Если уролог или психолог спрашивает у грузинов. Он говорит, скажите, вас не мучают эротические сны? Он говорит, почему мучают? Меня не тяготит. Если есть популярность, узнают хорошо. Не узнают, мне абсолютно все равно. Я к этому охладил. Скажите, с годами национальное становится все более важным, более болезненным или наоборот? Не, наоборот. Я становлюсь философом к старости. То, что вы выражаете музыкой, можно выразить словами? Стихами. Какие у вас правила жизни? Я очень люблю детей и собак. Я очень люблю своих друзей, молодых, которые со мной работают. И стараюсь им всегда тем-то не явно, а так тайно помочь. Для меня сделать добро, это, по мере моих сил, это необходимость моя. Угостить, успокоить, в какой-то момент дать денег и не попросить обратно. Это правила моей жизни. Спасибо большое. Вы нас ввели в какой-то мир, который нам не знаком. Мир музыканта, мир из-за кулис. Спасибо вам большое за этот разговор. Я всем желаю здоровья и добра. Спасибо. 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 Спасибо.